Всем привет! Есть очередные интересные и некоторые интригующие новости, события и заявления. Поговорим о интересных ситуациях в Германии и в мире, так что подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео, поделитесь этим роликом в ваших соцсетях и давайте к делу. Итак, в Германии канцлер Олаф Шольц в очередной раз выступил категорически против поставок крылатых ракет Таурус в Украине, ссылаясь на риск втягивания Германии в войну. Как написал Шольц на своей странице в соцсети X, Германия является крупнейшим военным поставщиком Украины в Европе. Это так и остается, но ясно одно, мы не станем стороной войны, ни прямо, ни косвенно. Этими двумя принципами я руководствуюсь во всех своих решениях. А как сообщает Фокус, в общении с журналистами Шольц указал, что Берлин не должен связывать себя с целями, которых достигает эта система. Эта ясность необходима. Я удивлен, что некоторых людей это даже не затрагивает, что они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, привести к своеобразному втягиванию в войну. По его словам, чего не хватает в Украине, так это боеприпасов. И что его очень раздражает отсутствие балансу между тем, что действительно нужно сейчас и дебатами об этой системе Таурус. А как всем сообщает Бильд, согласно результатам опроса, проведенного социологическим институтом Инса, почти половина немцев против передачи ракет Таурус Украине. 49% высказались против, а за только 35%. Также немцы скептически относятся к вероятности вступления Украины в НАТО и в Европейский Союз. Лишь только около 18% за вступление Украины в Североатлантический Альянс и в Европейское сообщество. И более 40% против вступления Украины в НАТО и в Европейский Союз. Также опрос показывает все более критический взгляд на беженцев из Украины. 49% опрошенных немцев считают, что беженцы получают слишком много поддержки. Добрая треть опрошенных, то есть 35%, считают размеры предоставляемой помощи нормальной. И лишь только 5% говорят, что помощи слишком мало. А вот кстати, в отличие от Шольца, президент Франции Эммануэль Макрон настроен более решительно в помощи Украине. На международной конференции по помощи Украине, которая проходит в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции по поставкам ракет средней и большой дальности для Киева. Кроме того, Макрон не исключил размещение западных военных в Украине. По словам Макрона, сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск. Но исключать ничего нельзя, сказал президент Франции. Также он подчеркнул, что мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. И что каждая страна может самостоятельно принимать решения о размещении наземных войск. Но Макрон отказался сообщить подробности о том, какие страны рассматривают возможность отправки войск. Заявил, что он предпочитает сохранять некоторую стратегическую двусмысленность. В общем, видимо, в странах ЕС уже начало созревать мнение, что ситуация в Украине – это не просто какой-то локальный конфликт. Но канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в соцсети X уже ответил, что вчера в Париже мы договорились, что все должны делать больше для Украины. Ей нужны оружие, боеприпасы и противовоздушная оборона. Мы работаем над этим. Ясно одно – надземных войск из европейских стран или НАТО не будет. Это касается и нас. Но идем дальше. В Гамбурге и Дрездене опять прошли массовые протесты против права. Десятки тысяч людей вышли в воскресенье на улицы немецких городов на протест против права. Самый большой протест состоялся в Гамбурге, где по данным организаторов собрались около 50 тысяч человек. И около 20 тысяч человек собрались в Дрездене. Также протесты прошли и в других городах вблизи Дрездена. Демонстрации, которые продолжаются уже несколько недель, привлекли миллионы людей с момента их начала в январе. По Германии прокатилась волна протестов против правых после того, как журналистское расследование обнаружило, что они встречались в прошлом году, чтобы обсудить депортацию миллионов мигрантов или просто людей с эмигрантским происхождением. А если посмотреть на последние результаты опросов, то партия Альтернатива для Германии показала худший результат с июня 2023 года, то есть 19 процентов. А вот рейтинг германских либералов вырос впервые с начала года. В последнее время рейтинг либеральной СВДП, входящей в правящую коалицию, держался на уровне около 5 процентов. За последние полтора месяца он упал ниже этой отметки, и это означало, что СВДП не может попасть в Бундестаг, а поданные за нее голоса поделят между другими партиями. Теперь же поддержка СВДП вновь выросла до 5 процентов. И это спутало карты тем, кто рассчитывал на передел голосов от СВДП. Вновь стали невозможными коалицией консервативного блока ХДС-ХСС с СДПГ или зелеными. Они не могут набрать в сумме необходимых 50 процентов голосов. Кстати, есть интересное сообщение от Tagesspiegel касательно зеленых. Как пишет издание, зеленые стоят у позорного столба наций. Имеется в виду партия зеленых. Как пишет издание, партия зеленых стала главным политическим объектом ненависти в Германии. Партией, воплощающей недовольство нынешним правительством. Но также издание отмечает, что несправедливо обвинять в экономическом упадке партию, которая все прежние годы была либо в оппозиции, либо младшим партнером по коалиции. По мнению журналистов, ненависть к зеленым не случайна. Ее культивирует не только оппозиционный христианско-демократический союз и партия альтернатива для Германии, но и партнеры по коалиции, которые используют зеленых как своего рода громоотвод. Но идем дальше. Бурное начало недели в столице Европейского Союза. Гнев европейских фермеров не слабеет. Органические удобрения, костры и, как обычно, водометы, чтобы навести порядок, таким образом прошел вчера день реального хаоса в Брюсселе. Фермеры вернулись и проявляют свое отношение к руководству Европейского Союза в разных формах. Все это происходило недалеко от штаб-квартиры Европейской комиссии. Фермеры снова протестуют против политики Европейского Союза в Брюсселе. Аграрные федерации считают, что Европейская комиссия не приняла достаточно конкретных решений по ним, несмотря на их акции протеста в начале месяца. Также они выступают против Европейского зеленого курса, который устанавливает правила в сфере окружающей среды. В общем, недовольство продолжает расти, а вот решения проблем пока что нету. И это все накануне посевных работ. А тем временем Польша оказала Украине новую помощь в кавычках. В этот раз в Польше злоумышленники на выходных провели самую масштабную за все время диверсию с украинским зерном. Инцидент опять произошел на железной дороге, где высыпали более 160 тонн кукурузы из более чем десяти вагонов. И это уже четвертый случай такого вредительства со стороны Польши. И до сих пор ни за один случай никто не стал перед ответственностью. В общем, очень интересная помощь Украине со стороны Польши продолжается. И это при том, что недавно в Киев приезжал сам премьер-министр Польши Дональд Туск и заявлял, что Польша является самым надежным и самым важным союзником Украины. Но все эти события у Польши как-то не совсем вяжутся со словами Туска. Вот такие новости на данный час. Давайте теперь обсудим все эти события и новости в комментариях под видео. Уверен, что вам есть что сказать. Подписывайтесь на канал, кнопка подписаться внизу под этим видео. Поделитесь этим роликом в ваших соцсетях. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.